да уж сезон в турции подходит уже концу вовремя летит вот вроде только вчера пролетели welcome to анталия ребятки у как тут тепло а уже сегодня улетать сегодня выпуске вы узнаете куда летим и за сколько купили билеты сгоняем крутое место в котором никогда не были мы припарковались соберемся с соседями и пожарим мясо ну и конечно посмотрим как строится наша квартира нам самим интересно как строится наша квартира вот сюда нажимай и погнали отличный день для того чтобы пожарить шашлыки так сколько всего я купил тут он красная рыба на три килограмма соки свежий хлеб прям горячий вы мясо понятное дело тоже пару килограмм взял но посмотрите у нас целая кастрюля овощей рыбы но есть не не знаю просто три килограмма есть остатки рыбины естественно мы замораживаем будем делать вкуснейшую уху но мясо в машине все одеваемся едем начало готовы офигеть вы только посмотрите сколько здесь машин я здесь такого не видел никогда просто офигеть смотрите что творится вот место да тут вместо есть конечно мы приехали на любимый наш пляж чем юго там уже ребятки заранее платили столик в празднике платно вы просто посмотрите все забиты насколько мы затарены мячик взяли наверное порубимся волейбол я реально такого здесь не видел вообще никогда смотрите караваны даже сюда запустили на парковку и вон там стоят караваны то есть прикиньте как люди отдыхают да это как у нас на майске примерно примерно то же самое помощники вот наш столик вещей столько как будто мы здесь неделю будем у нас первая партия уже овощей решили что нужно еще мангала привезти потому что с мяса еще курица тут еще какое-то а это грибы у нас тут вон мясо сколько вы купили еще рыба до поляну какая посмотрите пока мы жарим сколько людей приехал в два ряда в три ряда машину уже стоят из россии до ближе кайфки мере что люди приезжают из россии из беларуси и привозят ништяки да все равно дашь котлетку ну нам достанется больше котлетку или собаку вот это да слушайте вот это мощные выходные серед белой недели на самом деле вот прикольную ребят транспортер стоит большой модуль холодильник вот они отдыхают сюда вообще запустили впервые такое вижу чтобы сюда запускали людей я посмотрим т61 у них а ну да в принципе как у нас складывают там еще автодомик но вот дополнительно палатку выставляют до моря вот мы только все дожарили почти все хоть до моря дойти посмотреть какие дела ну вот все купаются во всю вот еще палатка стоит эти как люди отдыхают как здорово вообще все сезон на самом деле вовсю начался поэтому ребятки приезжайте он уже даже парашюты летают прикиньте вот эти за катером бананы ездят все короче уже все готово к сезону что пакуйте чемоданы заходите на авиасейлс я там ссылочку оставлю в описании для того чтобы билеты вы покупали еще выгоднее они просто по завышенным так что по моей ссылке заказывайте обязательно мы продолжаем вот с таким вот красным роскошным видом отдыхать гора тахталы кто не смотрел выпуск как я ходил на эту высоченную вершину один пешком обязательно гляньте мы решили что нужно искупнуться правда идут не все самые смелые до живут массаж все забегаем так сейчас дождемся и все бежим ничего все погнали но давайте раз два три тепло стало кому еще тепло подать были море супер все можно смело прям приезжать и плавать ух вот это мы купанули как следует вообще слышите что хочу сказать вода вот уже сантиметров на вот так 50 полметра вообще прогрета градусов 24 не то так если нырять глубже то еще такая не для каждого вот сверху прямо покупать не хочу но вы сами все видите люди купаются людей еще много поэтому поэтому пакуйте чемоданчики ребятки и приезжайте ну и приезжать к нам в гости наш комплексе мы сейчас живем папа ехать на рынок у нас холодильник опять пустой перед каждым походом на рынок мы заезжаем банкомат для того чтобы снять наличку обычно у нас уходит пища лир закупаемся на рынке этом хватает на неделю а иногда даже и остаются на следующем подъехали на рынок так он выглядит сегодня вообще народу почти нету обычно представляете вся вот это вот парковка забита вплоть до будут идут короче повсюду стоят машины а сегодня все очень спокойно потому что в турции праздники все разъехались мы вообще переживали даже что рынка ты не будет здесь кстати я как и предполагал вообще людей мало видите даже палатки торговые выставились не все просто минимум вообще даже продавцов но ничего самые отважные стоят кто-то хочет заработать заработает вот это мы снова набрали вот так это выглядит снаружи едем на нашу квартиру пострадать таким потрясающим видом справа речка слева школа и колледж по-моему какой виды плюс красота и вот здесь уже наш комплекс есть люди в комментариях которые нам по покупке квартиры пишут что это заморозка и так далее то подобное мы пока здесь будем показывать все все процессы нам самим интересно как строится наша квартира это вот блок c получается вот видите тоже уже лиса здесь построили сейчас был второй этаж возводить наш блок это вон тот вот сейчас тоже дойдем посмотрим как там дела вот в комментариях подпишите про это заморозка и так далее и тому подобное вот откуда и леса появляются вот эти блоки на этажах откуда потому что замороженная достройка ребят так но это уже наша квартира вот такой здоровый сосной но работы идут стенки добавляются уже получать стенки есть на первом на втором этаже сейчас будет постройку уже третьего этажа вот эти кстати вот эту квартиру кстати по моему наши зрители тоже уже забронировали супер и на втором этаже тоже будут наши зрители жить вот он комплекс да наши виды они крутые самые крутые ему выбрали в общем ребятки вот так вот двигаются здесь дела супер на самом деле очень интересно такой опыт когда ты вкладываешься в стройку и потом на каждом этапе там приезжаешь смотришь там мечтаешь нас обещают здесь еще будет набережная потом соответственно вот выходишь из комплекса здесь будет заборчик и здесь будет набережная все культурят река каньон но вообще вообще великолепно чуть на голову мне не прыгнул это я почти три месяца занимаюсь каждый день и смотрите как привел тело в порядок но будет лучше насенка тоже вписалась в марафон поэтому ее ждет месяц упорных тренировок и правильного питания ну а я ее поддерживаю когда мы покупали билеты и сюда в анталию в комментариях начали люди спрашивать славян покажи я как ты так находишь такие дешевые билеты и многие не верили вообще что типа из москвы в анталию можно прямым рейсом за 40 тысяч улететь вот смотри сейчас смотрим билеты обратно зашел на любимый авиасейлс вот пожалуйста цена вот 37 963 то есть это без багажа плюс еще будет багаж ну там в районе 5000 сразу его купим у нас два чемодана можно 1340 можно 1730 вот собственно и все вот пожалуйста 37 900 ссылку кстати на веселся от оставлю в описании вот кстати кто пропустил мы покупали билеты ведь 46 900 это цена вместе с багажом очистки билеты на пятерых человек было 40 тысяч двести вот смотрите 37 963 navi sales она победе на официальном сайте 35 875 прикиньте разницу поэтому покупаем на победе но не всегда так бывает поэтому нужно и авиасейлс мониторить и именно компанию перевозчика обязательно это делаем потому что на официальном сайте могут быть дешевле билеты как например вот сейчас кстати как лайфхак немаловажно когда покупаете билеты сразу покупайте багаж потому что перед вылетом багаж будет дороже а в аэропорту еще дороже поэтому сразу добавляем вот нам нужна одна маленькая сумка на 10 килограмм и одна большая до 32 итоговая цена 40 до 1135 рублей продолжить мне кажется это очень крутая цена за пятерых человек еще с двумя сумками грузится 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 по все купили вот как то так то ребятки то что ближайшее время будут путешествия по россии и Бассейн бассейном, а мы едем в Адроссан. Везут брусчатку, это значит, что у нас будут здесь в Нотроленде втором прокладывать дорогу, точнее доделывать дорогу. Это вообще не может не радовать. Настен, что ты мишишь? Кошечкам. Кошечкам? Так, мы приехали на пляж Адроссан, большой, длиннющий. Единственное, что смущает, это корабли, по эту сторону огромное количество магазинов, кафешков, кемпингов, всяких базы отдыха есть. Ну и вот прекрасные, прекрасные виды. Класс. Мы припарковались. Смотрите, как здесь красиво. Слушайте, вот я не знаю, сколько раз мы мимо проезжали. Мы даже, вот в сезоне, когда мы путешествовали на своей машине по Турцию, да, обязательно посмотрите. Много, много, много было городов. И самое, что интересно, что до Адроссана мы не доехали буквально там 2-3 километра. Мы сейчас ехали и пытались вспомнить, почему мы все-таки не доехали до пляжа. Мы как-то там развернулись и поехали в другую сторону. Кто не в курсе, Адроссан находится в низине, потому что дорога проходит за вот этими всеми хребтами, где-то высоко и перепад высоты достаточно большой. Здесь из плюсов, конечно, это бухта. Потрясающая бухта. И здесь вот, если сейчас приехать на наш пляж, например, в Чемьюва, где открытое море, так сказать, там всегда штормит. Ну, чаще всего. Ветрено, а здесь не ветра, здесь так спокойно. Сапы плавают. Из минусов, конечно, это кораблики. Вот особенно в этой части, но здесь можно взять вот эти корабли и отправиться на острова, которые я показывал, когда поднимался на Тахталы. Обязательно посмотрите это видео. Там три острова, вот как раз на них и возят эти кораблики. Еще из плюсов, это песочный пляж. Но это на самом деле как плюс, так и минус. Потому что потом нужно обтряхаться перед машиной. В машине все равно это будет песок. Ну, короче, это такой плюсовой минус. Офигенски, а, слушайте, смотрите, какая красота. Уже возле самого моря галька безумно приятная. Массаж, массаж, массаж. Какой цвет воды. И теплющая, вообще теплющая вода. Вот видно по людям, видите, они даже просто не вылазят. Вообще не хотят. Ой, какая красота, друзья мои. И прикольно как здесь, а? Да, Настен, сейчас кайф. Классно? Мы сделали классные фоточки Настенке. В телеграм проваливать. И смотрите. А мы идем купаться. Настенка это делает первая. И я второй. Неважно. Какой кайф, какие виды. Вот это да. Когда мы приехали, пожалуйста. О, вот здесь холодненько. Здесь и грудь внизу холодная прям. Да. Вверху теплая. Ой, ну все равно классно. Все, ребятки, кто здесь будет, в Адрасан, конечно, обязательно приезжайте. Да, далековато даже от Кемера, там 40 минут ехать, там километров 40. Да. Но это точно стоит, чтобы как следует наплаваться. О, здесь там вообще песок. Да. Так, а давайте-ка нырнем. Так, один, два, три. У нас настали интересные времена. Мы теперь по ночам гуляем. Мирошка подрос. И у нас теперь есть вот эта долгожданная возможность. Который вечер мы переезжаем в центр Кемера. Вот сюда вот на Старбакс погулять. И с вечером, конечно, очень классно. Помню. О, там-дам. Субтитры сделал DimaTorzok